Изначально Минэкономразвитие было против сделки с Роснефтью. Возглавляемая Игорем Сечиным, она сама почти на 70% принадлежит государству. Споры о возможности ее участия в приватизации БАШ-нефти велись с начала года. Улюкаев был ключевым центром сопротивления той схеме приватизации крупных государственных активов, которую отстаивал Игорь Сечин. То есть в правительстве шла борьба по поводу двух разных подходов к приватизации. И продавать все-таки на открытом рынке и частным каким-то игрокам, либо просто все отдать в структуры Сечина, в Роснефть, в Роснефтегаз и так далее. И улюкаев достаточно серьезное сопротивление в этом оказывал. Конечно же Сечин был заинтересован в том, чтобы такой центр сопротивления своей схеме из правительства устранить. Кроме этого послать очень серьезный сигнал всем остальным чиновникам, чтобы они не лезли и не мешали ему реализовывать его схему. В августе правительство решило отложить приватизацию башкирской компании на следующий год. Но уже в октябре Роснефть без конкурса приобрела госпакет акций башнефти за 329 миллиардов рублей. Впрочем, к самой сделке у Следственного комитета претензий нет. Сделка абсолютно корректна с точки зрения правовой. Прошла все правовые процедуры законные, одобрена правительством. Деньги в должном объеме и в срок поступили в бюджет. Сделка закрыта. Сделка блестящая. ФСБ заявило, что вело прослушку улюкаева с лета этого года. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин с самого начала знал о разработке министра экономразвития. Публично президент говорил, что был немного удивлен позицией министерства, отложившего приватизацию башнефти в августе, и поддерживал сделку с Роснефтью. Я сам был немного удивлен такой позиции правительства. Но это действительно позиция правительства Российской Федерации. Прежде всего, его финансово-экономического блока. Уликаев считался системным либералом. В 90-м он был правой рукой Егора Гайдара и входил в правительство реформаторов. А в 2000-м пришел в Министерство финансов, где 4 года был заместителем Кудрина. Затем почти 10 лет работал в Центробанке. В 2013-м возглавил Министерство экономического развития, где поддерживал ослабление роли госкапитала в экономике. Для коллег Уликаева его задержание стало настоящим шоком. Одним из первых в его поддержку высказался глава Роснана и бывший зампред российского правительства Анатолий Чубайс. Для нас, знающих Алексея Уликаева больше 30 лет, случившийся абсолютный шок. Но если все же попробовать убрать эмоции, то стоит вспомнить одно золотое правило. Послушай обе стороны. Одна говорит, Уликаев угрожал Роснефти и вымогал взятку. Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире. Но другой-то пока мы вообще не услышали. Странными обвинения в адрес Уликаева показались и главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Надо быть безумцем, чтобы спустя месяц после того, как одобрение сделки и формальное, и юридическое состоялись, угрожать Роснефти. Это надо было тогда, чтобы Алексея Валентиновича Уликаева не следственный комитет задерживал, а представители Кащенко. Поэтому, мне кажется, с содержательной точки зрения это обвинение, мягко говоря, еще не сильно доказанным и рациональным. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Уликаев пришел дорогу Сечину не только в сделке с Башнефтью. Министр называл приоритетным проектом приватизацию самой Роснефти. До конца года правительство рассчитывало продать 19,5% акций компаний, что должно было привлечь в бюджет около 700 миллиардов рублей. Как минимум, сделка по приватизации, в кавычках опять, приватизации Роснефти, самой Роснефтью, она откладывается или вообще отменяется. Ну, вот арест или задержание Уликаева, это стало очень удобным предлогом для того, чтобы это начинание свернуть. Сам Уликаев, по словам адвокатов, свою вину не признает и называет дело в отношении себя провокацией. Екатерина Бучнева, Настоящее время.